начинающим кинематографистом Александром Мазаевым. Мы поговорим сегодня о том, как снять короткометражный фильм и пригласить его большого актёра. Поговорим о том, как воспитать в детях чувство прекрасного и как определиться с профессией, потому что беседуем мы сегодня в рамках нашей рубрики «Кинопрофессия». Задавайте ваши вопросы нашему гостю в комментариях. Мы их будем зачитывать, а гость будет отвечать. По традиции, автор лучшего вопроса будет награждён призом от всей кинематографии. ...секунды он появится. Так. И мы продолжим нашу беседу. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вы немного отстаёте. Как нас слышно? Хорошо. Хорошо. Ребята, если вы видите, что у нас возникают какие-то технические проблемы, пишите нам об этом. Мы попробуем их решить тут же. Александр, давайте сразу приступим к теме нашей беседы. Сегодня мы поговорим о том, как вы сняли свой короткий, большой короткий ментор, если можно так сказать. У вас в ролях был большой актёр. Расскажите, пожалуйста, как вам удалось его пригласить в свой проект? Ну, чтобы 10-летний, ну, получается, прошло 10 лет киностудии, решил сделать такой для себя большой проект, который ознаменовал, что прошёл большой срок уже работы, и чтобы проект был такой важный и центральный для киностудии. У меня был концепт, идея, то есть есть определённый герой, который снимал с детьми в лагере, и я решил взять эту историю и продолжить её только уже с другими актёрами, ну, чтобы сюжетная линия продолжалась. А как сейчас называют, делать спин-офф, в общем, этой истории, ну, вроде отдельный фильм, а как и продолжение. И когда я писал сценарий, где-то, наверное, месяца три писал сценарий, потому что много раз переписывал, там что-то нравилось, что-то убирал, ну, и, в принципе, всё равно сейчас нахожу недочёты к этой работе, но более-менее старался, потому что не хотел обозориться перед актёрами, которыми я потом отдам сценарий, чтобы они его прочитали. Для директора киностудии, то есть я думал сразу, чтобы это был профессиональный актёр, и чтобы не было перед ним стыдно, когда он прочитает текст. И я сразу думал, что надо попробовать с Андреем Ильичом встретиться, связаться, как-то обсудить эту тему, потому что сразу написал под него эту роль. И это было республично. Давайте объявим артиста, который задействовал на вас. Это Андрей Мирозликин, верно? Вы пригласили на эту роль его. Да. И я просто, ну, когда написал текст, то есть я практически надеялся на то, что он уже примет участие в фильме. То есть я не думал на сто процентов, что он примет, потому что если он отказался бы, я бы не работал над фильмом, потому что всё стало строиться вокруг него, естественно. И когда я ему написал, то есть я был удивлен, что он мне сначала ответил. А где вы написали ему? Расскажите, пожалуйста. Как можно вообще... Ну, они редко отвечают, актёры, кино, и поэтому я был очень удивлен, что он мне ответил вообще на мои сообщения, на мою просьбу. Потом я уже ему расписал, как называется проект, о чём он будет и какая у него роль. Я специально делал так, чтобы она была значительной для персонажей в фильме, и она была небольшая, чтобы можно было с ним отснять его сцены и не задерживать человека. Он сначала, ну, он долго думал, где-то две недели мы с ним переписывались, общались по поводу съёмок фильма. И я ему написал, что снимать будем где-то минут 20, то есть на всё про всё у нас идёт минут 20, но у нас ушло... Мы просто задержались на 10 минут, мы полчаса в общем снимали. Я ему написал, что у нас... То есть у меня такие-таки-то несвободные выходные, и какие у вас, чтобы можно было встретиться на съёмках. Он написал свой распорядок свободного времени, когда у него. И мы договорились, я выбрал сразу... Я приехал, то есть мы сразу пошли на площадку, то есть на площадку, ну, то есть на локацию, где я планируем, в принципе, снимать. Потому что я приехал заранее и посмотрел на места, где можно разные ракурсы подобрать, чтобы снимать актёра для фильма. А также Андрей Ильич сам мне помогал. Он всё время меня поддерживал, он всё время юморил, то есть подшучивал, то есть чисто всё, вот, легко и просто с ним работать. Он, ну, никак не скажешь, что человек снимается в известных фильмах, то есть не звездившийся, то есть у лёгких общений и легко с ним работать. То есть мне было комфортно смотреть материал, и за 30 минут мы отсняли весь материал, который мне нужен был для фильма. И я считаю, что он очень замечательно сыграл свою роль, и хотя многие писали, что актёры не понимают, что он играет, ну, он сыграл именно то, что было мне нужно, то есть именно в фильме ему надо было и понимать, что происходит. Потому что с одной стороны на него давят, как бы на персонажа, на него, и он пытается разобраться в той ситуации, которая происходит с главной героиней. То есть именно так, что мне нужно было, он это и показал. То есть человек, который пытается разобраться в ситуации и понимать, что вообще сейчас происходит, что это за ситуацией, и надо как-то либо поддерживать главную героиню, Либо, наоборот, против нее идти, и он будет, ну давай разбирайся, а там уже дальше я буду делать ситуацию с таким доказательством. Эту роль какого-то другого актера, да? Вы писали нескольким актерам или только? Ну вот на роль именно директора, именно Андрея Ильича Мерзикен был. А на другие роли были другие актеры, но некоторые мне ответили, что они не в Москве находятся, либо на каком-то мероприятии, либо на с чем, как находится этот промежуток времени. А так как мне нужно было снимать именно тот промежуток, пока еще снег держался, потому что у всех героев было на фоне снег, чтобы был один промежуток времени. Потому что когда мне сказали, что могут либо в марте, либо в апреле, либо в мае, то есть уже время года меняется, и естественно на улице мы не сможем встретить, будет нестыковка повествования ее временной линии сюжета. То есть получается в Москве находятся оба, а один звонит из зимы в лето. Поняла вас. У нас уже есть вопросы от наших зрителей. Давайте немножечко пообщаемся с ними. Вы сказали о том, что работаете с детьми, да? Учите детей основанным кинематографом. Верно я все поняла? Да. Да. Работать с детьми или с большими актерами? У вас уже есть такой опыт. Расскажите, пожалуйста. Ну, я считаю, с детьми работать так же, как и с профессиональными звездами, потому что в первое время, когда я начинаю с ними работать, я им сразу объясняю, как снимаются. То есть первые дни, с чего они входят в систему, как снимается кино. А когда уже недавно работают над фильмом, то есть у нас целая смена получается. И уже через неделю, через дня три-четыре они уже работают так, что они просто уже привыкают и по команде там отыгрывают роль. То есть бывает сложнее с людьми, которые ни разу с этим не связывались, да? То есть у меня были такие моменты, когда я работал с детьми своим, которые мне снимаются с фильмом. То есть они сразу понимают, что снимаются, и в камеру смотреть не надо, и дубль начался, и надо уже в образе быть. А люди, с которыми я не работал, и они попросили снять видео, и там, начиная с ним работа, они либо камеру уже смотрят. То есть сразу чувствуется то, что дети, с которыми я поработал, и дети, с которыми я не работал, то есть они по-другому относятся, и надо им заново все это рассказывать. А дети, которые вот еще как удобно работать с детьми, с которыми уже, например, тоже ходят разные кружки до лагеря. Там театральный кружок, там танцевальный, либо кинокружок. Они уже приезжают со знаниями, там, например, снимаем мюзикл, то есть они уже там песни знают свои, там танцы знают, танцевальные номера. И мы с ними гоняем это под сюжет, либо под фильм, либо наоборот, с чем-то что-нибудь ищем, именно номера, которые подходят к сюжету. И репетируем там, то есть дети, они тоже, получается, они заинтересованы в этом, они стараются, потому что у меня были дети в лагере, которые просто вот мне нужна была актриса, она у меня уже, получается, снималась в фильме, девочка, она приехала, ну, второй раз в лагерь, и мне надо было смотреть с ней продолжение. И я там прописал, чтобы она показывала характер, то есть я им была на нервах, там, то есть такая играла актриса, которая всем как засветившаяся звезда такая, там, с характером. Мне надо было проверить, можно отыграть эти персонажи или нет. Я ее позвал к себе, я говорю, так, все, наори на меня. Она, что наорать? Да что хочешь? Она просто накричала, я говорю, все, отлично, ты справишься. То есть я увидел, что она сможет отыграть этот образ. И были дни, когда в лагере мы снимали сцены фильма, вот одну пятиминутную сцену, где снимали 4 часа здесь. То есть они полностью отдавались именно вот этим съемкам, они старались, но не сбиваются. То есть они отыграют персонажей, и мы видим в кадре у меня тех персонажей, которые я задумывал. То есть они играют не себя, а именно героев. Скажите, пожалуйста, вот как вы выбрали профессию? Вы работаете с детьми, преподаете киноискусство. С чего все началось? Вы по образованию педагог, но почему именно в кино? Ну, началось это с того, что сначала в 5 лет мне мама отдала на хореографию, то есть занимался танцами. Потом уже, когда уже появилась в доме камера видео, естественно, то есть у меня был и аудиомантафон старый на кассеты, я пытался записывать звук, там также снимали номера мои, то есть танцевальные, почему-то я сейчас в кино сделаю мюзикл. Это как бы у меня там сошлись и хореография, и киноискусство, и записывал. То есть мне было интересно вообще, как с этой системой работают. И в 10 лет нашли кружок кино-видеотворчества, где все это рассказывали. И мы там уже показали программу по видеомонтажу и снимали уже разные короткометражные фильмы, где я уже снимался. Получается, в 2005 году уже, получается, я снялся в офисовом первом подкогражденном фильме про мальчика и девочек, которые друг в другу вместят или рисуют на фотографиях уши, усы, бороду, и все это на актерах появляется. В основном нарисовал усы, у меня усы появились. Рисовал я уши, у него уши появились на голове. То есть такая комедия была. И дальше уже начало заинтересовываться, потому что мы уже пошли серьезные проекты. Там начали снимать на зеленом экране, на хроматике, разные спецэффекты. То есть все вот это пошло. И я решил для себя тоже сделать в своем направлении, то есть для себя сделать свою студию, чтобы работать. То есть сначала снимал с сестрой дома, с ее друзьями, когда в деревню ездили, там разные каткометражки. А потом уже, когда съездил два раза в ВДЦ «Орленок», в ТОПСЭ, там был ребенком на кинофоруме развивать свои фильмы, снимать с детьми. Начал снимать первые ролики, каткометражки уже в школе. То есть я договорил с учителями, то есть мне давали 3-4 класс, этой школы. И я с ними снимал фильмы для школы именно. То есть даже когда я уже закончил 11 класс, выпускался в школу, еще года два ходил к себе в школу и именно помогал там с разными фильмами для разных конкурсов от школы. А потом уже, когда я поступил в университет и уже поехал в «Орленок» работать в лагерь, я уже и в университете, получается, помогал, и там уже в лагерь начал работать с детьми, именно с детьми, которые к нам приезжали в отряд. Я с ними проводил неделю смены, то есть я их отсматривал, то, как что может, и мы уже начинали на втором неделе работать, либо снимать фильмы, либо готовить всякие номера для лагеря, то есть сразу же знал, кто на что способен. Потому что, когда работаешь именно со своими детьми в отряде, их на что способен, у каждого какие-то таланты. И еще в первый день они рассказывают о себе, кто там танцует, кто поет, кто еще что-то делает. И сразу за себя фиксируешь, это детей на будущее, таланты их. И бывают такие дети, которые приезжают, они очень скромные, и они боятся либо сцены, либо камеры. А к концу смены они уже и во всех фильмах снялись, и во всех номерах театральных, танцевальных участвовали в лагере. То есть они сразу раскрепощаются, и потом они понимают, что это интересно, и многие дети, которые со мной работали, они продолжили этим заниматься. Либо в театральный пошли, либо начали видео монтировать учиться, то есть иногда мне пишут, там советуются, как что лучше сделать. Дети, когда талантливые, творческие, когда они заинтересованы в этом, с ними очень хорошо работать и интересно. Это прям завораживает. И энергетика, когда от них идет обратно, от того, что ты с ними делаешь, и они тебе отдают то же самое эмоции от работы. Вот есть еще один вопрос от нашего подписчика. Где можно посмотреть ваш короткометражный фильм с Миром Зликиным? Фильм находится... Выложили в онлайн доступ, то есть его можно найти на кинопоиске, ввести фильм «Звездная принцесса Путикславия» или по поиску Андрея Мирзликина, или по моей странице Александра Мазаева. То есть у меня есть этот фильм, и он по подписке доступен на просмотр, либо можно в Яндексе ввести название, и он уже там будет прям сразу в начале. Ну, в сети его найти можно, так? Да, да, он доступен. То есть я сам попробовал, пытался найти, чтобы проверить, вообще доступен или нет. Он быстро находится, и сразу можно посмотреть. У вас спрашивают... У вас спрашивают... Вернее, нет, вас просят рассказать о вашей актёре. Найду вопросик. Так-так-так. Расскажите про неадекватные люди. Два. Очень люблю фильмы Романа Каримова. Просит вас рассказать. Я попал по случайности, потому что у меня в друзьях есть этот режиссёр. Я видел, ему требуются люди там в помощь на съёмки. И когда снимался в разных телепроектах для телеканалов, там, получается, попал со мной в каст актёрский человек, который работает именно с Романом Каримовым. Сейчас до сих пор держу с ним контакт, чтобы в других работах его поучаствовать. Я отработал одну смену во второй части. И он работает так же. То есть я, в принципе, увидел, что Роман работает так же, как я, практически, на площадке. Только у него, как я всё время, расстанавливаю всех людей, кто где должен стоять. Так же я в лагере расстанавливаю актёров, детей. То есть он помогает всем, естественно, он всем объясняет. Обстановка у него бывает много. Если сложная ситуация, то напряжённая бывает обстановка. А так, в основном, всё, в принципе, налегке проходило. То есть он со всеми общался, всем помогал. То есть именно с актёрами он общается легко, и всё проходило быстро. То есть весь съёмочный период, который был в этой смене, проходил быстрее, чем, например, в других проектах, в которых я снимался. Вот именно у Романа как-то всё проходит легко и быстро. Почему? Я даже не знаю, но мне с ним понравилось работать. И когда получается и вот перенос фильма, который вот недавно приводил, вот 20-го года, то есть там что-ли он не успел смонтировать, то ли ещё что-то, то есть не помню. Я именно спрашивал у людей, которые именно работают с кем-то, что-то именно с технической частью случилось. Поэтому фильм улетел на год по прокату. И, ну, я просто давно хотел именно поработать с ним, и вот как-то так звёзды сошлись, что вот он снимал далеко там от места, где я работал, и мне повезло. То есть я практически работал бесплатно, потому что он попросил, нужны люди за съёмок, но оплаты не будет. И я поехал, потому что мне как режиссёр он интересен, и я согласился с помнятым. Но я не знаю, буду я ли о фильме, потому что бывает такое, что фильм снимают, и на монтаже его сокращают очень много, потому что я когда снимал в сериале для телеканала «Супер», там очень много вырезали того, что сняли, и оставили там всего лишь пара секунд, хотя отработали мы 12 часов. «Супер». Так, вас спрашивают, часто ли вас заваливают актёрскими резюме? Нет, практически вообще не заваливают. Я работаю больше с детьми, и именно тех, кто в лагере. Из таких больших проектов взрослых это именно он был для меня с Андреем Мюзликиным проектом. А так, потому что я езжу из города, в каждом городе, где я нахожусь, там я стараюсь находить себе команду, которая будет со мной работать. Но в основном это бывают дети, то есть взрослые редко соглашаются, им редко когда бывает интересно, потому что, когда я работал аниматором, то есть я хотел снимать детский фильм, у меня была ситуация, когда пришли команда, то есть группа людей приотдыхали, и они были не в том состоянии, чтобы с ними работать. То есть алкоголь и всё это, мне было неприятно. А так как я работаю, мне надо было выполнять должностные обязанности, что мне написали начальству, что я не хочу с ними работать, мне пришлось снять и придумать на коленке быстрый сюжет, чтобы они были довольны, и снять с ними периметражку, а потом они по территории ходят и ищут своего друга, который они хотят поздравить на день рождения, сделать подарок на день рождения. Снимать по рассказу Кира Баучёва можно попросить Нину. Ну, наверное, вопрос про на карантине вы что-нибудь снимаете? Вот сейчас, когда момент самоизоляции? Ну, да, я сейчас заметил то, что на карантине пошла такая волна стрель-лайф-фильмов. То есть то, что запустил Тимур Бахмамбетов в своей кинокомпании, у него вот это «Убрать из друзей», поиск были фильмы. И сейчас пошли вот эти сериалы, то есть этот жанр начал развиваться, как я понял уже. То есть много сериалов уже вышло, много фильмов, потому что в соцсетях я вижу разные афиши. Единственный фильм, то что человек сидит дома и смотрит свои архивные записи и разговаривает с своими друзьями по WhatsApp, по соцсетям, то есть по видеосвязи, и она хочет стать актрисой, как бы, по сюжету. И все ее друзья, то есть они советуют там разные выдержки из интернета, читают, кто-то что-то советует, кто-то присылает ей видео, она смотрит свои старые пробы, там еще что-то. То есть получается, все это дома. И ее друзья дома, и она дома находится. То есть я не думал, что, получается, я монтировать начал именно, когда начался именно карантин. И получается так случилось, что именно фильм вышел, который мы сняли еще в ноябре, в октябре-ноябре, он вышел именно тогда, когда начали все дома делать, все вот этим заниматься. И мы с детьми потом смеялись, потому что мы как в будущее глядели то, что я снял такой проект. И сейчас, в принципе, с ними дальше работаю, потому что состались в прошлый год. Летом в том году подвела, когда снимали проекты. То есть за четыре смены я хотел сделать специальный проект с детьми. А после двух смен у меня получилось, что все удалилось из жесткого диска, перестало работать. И сейчас вот более-менее все восстановилось, и этот момент, который уже остался, мы сейчас дорабатываем, я пишу детям то, что этого не хватает, этого не хватает, этой озвучки не хватает, это запиши, это сними. И они мне дома снимают, и они мне докидывают материал, чтобы я мог доделать проект, который мы начали еще летом. то есть видеоматериал. То есть дети до сих пор стоят на связи и помогают разными контентами, которые я прошу, либо для передачи мы снимали, аналог «Весернего урната», мы делали тоже так же, дети приходили в гости к ведущим, и он их расспрашивал. Либо мы также снимали мюзиклы, и там пару дорожек не хватает, где дети озвучивают и присылают, да, в фильм. Вот. Ну, скажем так, вы много снимаете, я так поняла, с детьми. Куда-то эти работы потом попадают. Может быть, это какие-то фестивали. Где вы заявляете себе? Да, работа участвует на фестивалях, всероссийских кинофестивалях, также в разных городах. Раньше я участвовал в киностудиях, в которых я ходил с ребенком, и потом по себе начал вводить именно свою студию. Это «Морганфильм». То есть я участвую именно под этим логотипом на всяких фестивалях. Ну, она вроде как больше названия, потому что студия – это в лагерях она студии становится, там еще где-то нахожусь, потому что если есть команда, то можно считать, что это уже кинокоманда такая у нас получается, именно под этим логотипом. А участвую я в разных городах. Сейчас уже в основном меня уже сами не приглашают, потому что я как-то старый участник, у меня уже три места, и первое место. Вот «Звездная принцесса» в том году заняла третье место в «Кризиске симпатии», и второе место на всероссийских фестивалях. То есть три диплома фильма есть. И получил с какой-то кинокомпанией диплом, она тоже за эту работу в том числе. И, ну, делаю публикации, там разные статики сказали про фильмы, как это есть малый. То есть, ну, вот где-то делали статьи, и писали, и дети со мной ездят, когда я только начинал фестивали проводить, со мной ездили дети на кинофестивали, а потом уже сейчас, как они находятся в разных городах, в основном. Либо у меня были сахалины дети, которые снимались, и как-то есть. И в разных городах снимали фильм. А дети, то есть, в разных участках, либо в районах, либо в счет, и потом, и получился так, что дети видят дружбу в кадре. И, это тоже ситуация, как это звезды принцессы. То есть, я в Липецке снимал некоторых сцен, некоторых снимал сцен в Москве. И, что, это, если, я, это, и как, я снимал, и и я и и и и и и и и и Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Бывает такое, что тематика лагеря есть, мы постараемся под тематикой лагеря, либо у меня какие-нибудь идеи, либо я спрашиваю у детей идеи. Если у них нет идей, то я начинаю уже предлагать свою. Обычно тема про науку, мы смотрим про науку. То есть в основном, в принципе, отталкивались от этого, чтобы потом это было актуально на смене и можно было показать на большинстве лагеря. Бывает такое, что, например, дети приходят чисто на кружок и там дают полтора часа времени, чтобы по работе приходится самому еще писать. А с детьми уже работают чисто на съемки, чтобы они сами пробовали, снимали и как-то отыгрывали. Потому что на большее не хватает времени. У нас, когда я ходил в кружок, у нас был год на это, чтобы сделать 10-минутный фильм. А тут, получается, 20-20 смены. И то они не каждый день приходят, а именно там максимум две недели уходят по полтора часа в день. Это было такое, что, когда у нас съемки затягивались, я, получается, брал их надолго, на четыре часа, чтобы не нужно материала снять за этот день. Потому что, например, сцена длинная и красоты такие. И сразу же эмоциональное напряжение, которое они держали в начале сцены, в другой день может не уйти, и они могут по-другому ее отыграть. И сразу будет видно, что что-то пошло, что снимали два разных дня. И бывает такое, что погода может привести. Было солнечно, и потом сцена найдет, и резко меняется кадр, и уже солнце. То есть это тоже влияет. А сценарий бывает такое, что дети мне предлагают. Я говорю, ну давайте, как мы с вами будем работать, а они не знают, как это продолжить. А также, когда я работал в Артеке с детьми, то есть я слушал их идеи и предлагал свои идеи. Кроссовер этой идеи, потому что брали что-то отсюда, отсюда, и получался один фильм. Потому что у меня была идея снять фильм в стиле Матрицы, но нарисованный компьютерный. А дети там тоже что-то не помнили, то, что хотели. И потом решили, так как была предновогодняя смена, мы решили сделать мультик про Новый год. То есть девочка пишет письмо, а перед ней появляется нарисованный мир, как она фантазируется. Там была тема «Моя встреча с Дедом Морозом». И девочка пишет письмо, и она становится нарисована, и фонд становится нарисованный, и перед ней нарисован Деда Мороза. И начинается диалог, что она исходится с Дедом Морозом. То есть у нас получился такой полу-мультик, полуфильм. И детям было интересно, они рисовали, они влюбились в этот проект. И так как в Артеке проходит конкурс «Медиабитва» среди девяти лагерей, наша работа заняла программисты. То есть она всем понравилась. Дети не зря работали. То есть вы, получается, во-первых, выполняете всю работу съемочной группы, да? А дети у вас в качестве? Хотят сами попробовать поснимать, я без проблем. Я даю камеру, да, пожалуйста, давайте. Если мне нужны все именно в кадре, то уже приходится самому установить за камеру, потому что у меня также есть дети, которые снимают бэкстейдж, также дети, которые снимают на камеру, потому что бывает такое, что мне надо держать фон или хромакей, потому что у меня кусок маленький, он был два на полтора метра. Либо надо расставлять детей и потом отбегать и сказать, давай, включай, и дети включают и снимают. Либо мне надо быть в кадре, то есть я сам себя не могу снять, но так быстро давать детям камеру, и они снимают сцену, где именно я участвую, в сценах с детьми. Так, поняла, спасибо. У вас спрашивают, какой был бюджет у фильма с Андреем Мерзликиным? Был такой, это проезд на метро и проезд на электричке до Москвы. Грубо говоря, если вы захотите снять фильм, вам достаточно будет обеспечить себе перемещение между локациями, ну и путь домой. Да, ну, единственное, что я сделал, это подарки потом всем разослал, локация распечатана в цвете и сделал такие значки с острым фильмом, тем актером, кто снимался. Ну, получается, вы в каком-то роде многостаночник, да, то есть и монтаж за вами, и свет за вами, и работа с актерами за вами, и сценарий и все прочие вещи, это делали вы, так? Да, в этом фильме еще сделал я, и вот, получается, сейчас активно пытаюсь изучить звук для домашнего кинотеатра 5.1, чтобы именно звук расходился по каналам, чтобы есть условия, что именно звук должен был 5-канальный для кинотеатра домашнего. А я, то есть я не знаю, как я чувствовал, то есть я заранее весь звук раскидал, потому что, если актриса бросала что-то за экран, то это падало, если вправо, то вот здесь, то есть именно все как надо, то есть. Ну, естественно, есть небольшие там звуковые ошибки, потому что я сам не персонал в этом, но я старался более-менее подогнать так, чтобы было все понятно и, в принципе, было слышно. Потому что вот так же, когда недавно смотрел фильм от Первого канала «Союз спасения», там диалоги были не всегда понятны, то, что говорят актеры в кадре. То есть мне кажется, как будто они не для фильма снимали сцену, а просто для себя репетировали, потому что половина диалога вообще неразборчива была. И когда я критику в свой адрес слышу, потому что не слышно вообще ничего, что говорят актеры в своем фильме, я думаю, у профессионалов же то же самое бывает, что актеры говорят так, как будто они не в микрофон говорят, а просто говорят про себя. Особенно «Направленный солнцем» вторая часть, которая была на два фильма. Там я большинство диалогов вообще не разобрал, что говорили актеры. Скажите, ой. Сюда пора сделать такой звук, чтобы было качественнее все, но не всегда хорошо. Ну нет предела совершенству. Я думаю, все впереди. И бюджеты, и большие съемки. И вас как раз спрашивают, какие новые проекты в разработке? Короткий метр, документальные фильмы? На чем вы хотите работать или уже работаете в данный момент? Ну сейчас доделываю то, что снимаю в том году с детьми. Есть планы снять фильм, подкометражный, то есть документальный фильм сделать. Но пока что все планы идут как-то, не знаю, под откос. Потому что ситуация такая. И приглашали на программу «Вечерний орган» участвовать именно в участниках рубрики. Но не получилось, потому что нельзя было приезжать на студию. То есть они хотели туда пригласить, но так получилось, что нельзя. И сказали, что ждите пока. Ну я даже не знаю, пригласят или пригласят. Также разные кастинги отменились, потому что просили делать онлайн. А онлайн я вот проявлял, и до сих пор тишина. Потому что когда я приезжаю туда, они сами смотрят. Естественно, это дистанционно как-то не получается. И на лето у меня много принципов, планов, которые я хочу снимать, но как-то не получается. Я даже не знаю, сбудутся или нет. Либо переносить на следующее лето, если лагерь состоится. И уже с детьми, как бы тоже с детям уже рассказывал, какие планы я хотел бы на лето с ними снять. Потому что те, кто приедет, они уже должны примерно быть готовы к тому, что будем с ним на что-то. А так я даже не знаю, состоится или нет. И большие проекты телевизионные. Надеюсь, что все получится. Так что ждем ваших новых проектов. Скажите, Александр, вы ходите в кино? Вы ходите в кино? Да. Да. Какие места вы предпочитаете для просмотра фильма? Это передние, это середина или места для поцелуев? Ну, обычно я беру чуть-чуть выше середины. Потому что, ну, обычно даже когда я работал в кинотеатре, я все время советовал именно это. Потому что она больше, у звуковой локации фильма можно полный объем звука. И если смотришь в 3D, то именно в этом моменте, то есть прямо напротив, по центру экрана получается. Потому что экран вот так, и получается, сидишь по центру экрана. Особенно это в Аймахса очень хорошо работает, потому что он в центре экрана виден. И в 3D больше работает, если я в 3D смотрю. Как раз в институте Эра Альтрона, это в 15-м году, по-моему, было. Как раз вот я приехал в СБС, в Монитор. Вы были у нас в Краснодаре? Да. Я в Краснодаре был, и в Анапе был. У меня очки АМСовские дома лежат. В Апсе, получается, был в кинотеатре на Классной площади. То есть это мой первый любимый кинотеатр, который мне очень понравился по качеству картинки и прозвука. Спасибо вам, ресторанки. Да, потом я уже чисто непроизволенно сравнивал, когда ходил в другие кинотеатры, мне все равно какого-то предпочтения было по звуку и по качеству. Потому что даже вот когда я ходил в противостоянии, я сначала ходил один туда ездить, потом уже ходил с друзьями. Потому что и зал большой, потому что когда я ходил уже всегда в Аймахс, в сравнении с монитором кинотеатра Аймахса, он больше. То есть в мониторе огромный экран был, чем у нас в Липецке стоит. То есть эмоции уже не были в нити. И я был расстроен, что в Липецке не открыли мониторский кинотеатр. Потому что и очки можно покупать, и всякие разные, ну, я не знаю, ну, как сказать, больше всего у вас, чем у других кинотеатров, как я заметил. Потому что все сувениры, которые у меня дома, это именно из вашего кинотеатра. Мы тоже сувениры, коллекционная посуда, это стаканы и ведра для попкорна. А вы любите попкорн, Александр? Да, я покупаю часто перед сеансами. У меня дома и ведра с «Мстителей», и с «Вера мстителя», и оленяковый период чемоданчик там разный вкусный стиль. А какой попкорн вы любите? Сладкий, с «Вера мстителя», и у нас есть с «Вера мстителя». Не услышала. А, ну, пошли так. Так. Здесь стало довольно громко. Я к вам вернулась. Надеюсь, да, тут лучше слышно. Вы ходите в кинотеатр один или в компанию? Ну, я редко вызывал в компании, потому что я работал в лагере, то с вожатами не было так. Я обычно ходил один час. Ну, и попадал так, что... Ну, в «Мстители», естественно, я попадал в полный зал, а на некоторые другие фильмы там была такая же часть. И, в принципе, в тишине я. Потому что, когда я попал, ходил на «Трансформер», и дети, которые пересказывали весь сюжет, и догадали, что будет дальше. Невозможно смотреть фильмы. Мы тоже не любим спойлеры. У нас в каждом эфире, где мы обсуждаем кино, у нас был ряд эфиров. Монитор с января по март 2020 года. Мы очень аккуратно обходили эту тему. И поэтому понятно, что прямо на сеансе узнавать, чем всё закончится, не очень хочется. Потому что были моменты, когда я работал контролёром, и выходит человек, а я фильм ещё не смотрел, получается, и он, а вот там вот, блин, зря закончили вот так. Хочется. Да, да, да. Стэн с очками и кино. Давайте будем благоразумны, и после просмотра фильма, когда мы вернёмся все в кинотеатры, и не будем... ...проверять, типа, снимают или не снимают фильм. У нас нельзя снимать. Да, да, вот. И Стражи Галактики, когда были, мы заходили, контролировали, я заходил вот так вот, отворачивался от зала, то есть от экрана, чтобы ничего не видеть, и смотрел в зал, снимали или нет, или уши затыкался, чтобы не слышал ничего, потому что не хотелось ничего узнать о фильме, потому что надо же часто заходить, а фильм свежий. Или бывало такое, что по камере пришёл человек с фляжкой металлической, а мы зашли, и потом узнаем, что происходит. У нас это... То есть и когда я там работал, то есть всеми в кинотеатре говорили, что я для них центр работник, который знает весь фильм проката, и вообще может рассказать людям то, что сейчас идёт в кинотеатрах. Это здорово, что вы любите кино и передаёте эту любовь детям. Мы ждём ваш фильм на большом экране. Держите нас в курсе. Спасибо вам большое за беседу. Надеюсь, мы ещё с вами встретимся. С нами был Александр Мазаев, режиссёр и педагог. Давайте выберём лучший вопрос среди наших зрительских вопросов. Вам сегодня задавали вопросы. Вам запомнился какой-то? Не от меня, а вот что изучить было от зрителей? Так, ну... Вопрос, который... Ну, больше запомнился именно по работе, то есть как я работал с Андреем Мерзекиным. Это был ряд вопросов. Не хитрите. Да, это... Да, 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 я помню. Сейчас скажу точно. Это именно по... Как сказать... По оплате актёрам. То есть бюджет фильма какой был. То есть это первый раз, когда мне спрашивали вообще, то есть был бюджет какой-то фильма или нет. Обычно ни разу. Про бюджет. То есть это был первый раз, когда мне об этом спросили. Отлично. За хороший вопрос автор получит от сети кинотеатров монитор приз. Спасибо вам. Новое. До встречи в мониторе. До свидания. До свидания. Ребята, спасибо вам за эфир. Встретимся с вами буквально на неделе. Следите за нашими анонсами. У нас для вас приготовлено много-много всего классного. Напоминаю про наш проект киноистории. Уже завтра вы увидите афишу, под которой во всех социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграм. Под этой афишей вы можете вставлять свои киноистории, и мы пригласим вас в прямой эфир в воскресенье, где поговорим... ... 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